Здравствуйте! С сегодняшнего дня на государственном телеканале Западной Армении мы начинаем оповещение на русском языке. Сегодня в эфире Арменак Абрамян, кандидат на депутатских выборах Республики Западной Армении 2018. Президент Республики Арцах подписал ряд указов. Григорий Мартиросян назначен государственным министром. Эквадорский политолог и поэт стала четвертой женщиной-председателем сессии Генассамблеи ООН. Отношения между ЕС и Арменией достигли новых высот. Доклад ЕС. Турецкие ВВС нанесли удары по северу Ирака. Экологи будут бороться за охрану Ванского озера. Арменак Абрамян выдвинул свою кандидатуру на депутатских выборов в Западной Армении 2018. Арменак Абрамян – профессор, мастер боевых искусств Армении, родом из Карина и Сиваса. Является основателем государственного телеканала Западной Армении. В 2014-м депутатами Национального собрания Республики Западной Армении был избран президентом Республики Западной Армении со сроком на 5 лет. Президент Республики Арцах Бакоса Акиан 6 июня подписал ряд указов. Как сообщил Армен Пресс, в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах согласно указам. Араик Арутюнян освобожден от должности государственного министра Республики Арцах в соответствии с собственным заявлением. Григорий Мартиросян назначен государственным министром Республики Арцах, будучи освобожденным от должности министра финансов. Артур Арутюнян назначен министром финансов Республики Арцах. Генерал-лейтенант Аршавир Герамян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности Республики Арцах в соответствии с собственным заявлением. Полковник Игорь Григорян назначен начальником полиции Республики Арцах. В тот же день президент Саакян посетил службу национальной безопасности и представил сотрудникам системы нового руководителя, пожелав им эффективной работы. Глава государства выразил признательность Аршавиру Герамяну и Гагику Саркисяну за многолетнюю службу, пожелав им успехов. Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернандо Эспиноза Горсес избрана председателем 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В свою очередь 62 члена Генансамблеи отдали голоса ее сопернице пост преду Гондураса при ООН Мэри Элизабет Флорес Флейк. Еще две страны воздержались от голосования. Горсес посвятила свою победу всем женщинам в мире, принимающим участие в политике и сталкивающимся с политическим и информационным давлением, окрашенным мужским шовинизмом и дискриминацией. Официально Горсес займет пост председателя Генансамблеи в сентябре. На данный момент эту должность занимает министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчик. Президент Западной Армении Арменак Абрамян поздравляет Марию Фернандо Эспинозу Горсес с председательством 73-й сессии Генансамблеи ООН. С января 2015 года отношения между ЕС и Арменией значительно развились. Об этом говорится в новом докладе об отношениях с Арменией, опубликованном европейской политикой добрососедства. Как передает WesternArmeniaTV.com, об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Армении. Временное вступление в силу нового соглашения о двустороннем партнерстве, а также завершение работы над приоритетами партнерства в феврале этого года, способствовали успеху, говорится в докладе, опубликованном в преддверии первого заседания Совета сотрудничества ЕС Армения, который пройдет 21 июня. 5 июня турецкие вооруженные силы обстреляли позиции курдских боевиков на севере Ирака. Были обстреляны районы Кандиль, Акурк, Гара, Метина, Зап, Авашенбасский округ. Комментируя заявления Турции, согласно которым турецкие вооруженные силы могут в любое время начать военную операцию в иракском Кандиле, премьер-министр Ирака Гейдар Аль-Абади подчеркнул, что такие заявления турецких властей используются для завоевания поддержки масс перед президентскими и парламентскими выборами в стране. Иракский премьер подчеркнул, что они не допустят такого нарушения территориальной целостности и суверенитета Ирака. Любые действия, нарушающие суверенитет Ирака, неприемлемы для нас, добавил к своим словам Абади. Экологи будут бороться за охрану Ванского озера. Собрав 13 881 подпись, турецкие экологи обратились к правительству для решения проблем, связанных с охраной озера Ванн. Об этом сообщает сайт vannaber.com. Эксперты утверждают, что отсутствие выяснения причин загрязнения воздуха и воды в ванне и ряд других вопросов указывают на то, что озеро Ванн не получает должного внимания. Напомним, что несколько месяцев назад стало известно, что общественный туалет и гардеробная на пляже Ваннского озера были построены на армянском кладбище возле озера в Западной Армении. На сегодня у нас все. Далее мы представим вам композицию армянской федоины в исполнении ансамбля «Маратук». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok